Мой доклад посвящен распространенности и особенности лечения нейропатической боли при позвоночно-спинномозговой травме. На самом деле речь сейчас пойдет в нашем докладе, когда я буду представлять определенную статистику именно о боевой позвоночно-спинномозговой травме. Я представляю военный госпиталь, и мы обследовали пациентов, тех, которые к нам поступали. И абсолютное большинство пациентов – это острая позвоночно-спинномозговая травма. И абсолютное большинство пациентов – это пациенты в состоянии спинального шока. Позвольте напомнить определение боли. Боль – это неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением ткани или схожее с таковым переживанием. Нейропатическая же боль – это та боль, которая связана с заболеванием или повреждением соматосенсорной сферы. Позвоночно-спинномозговая травма представляет собой огромную проблему. Проблема эта многофакторная, как медицинская, так и социальная, потому что мы, врачи, имеем дело с огромным количеством осложнений, в том числе и летальных осложнений во всех периодах позвоночно-спинномозговой травмы, как в остром периоде, так и в хроническом. Также позвоночно-спинномозговая травма подразумевает огромное количество тяжелых осложнений и является тяжелым экономическим бременем для нашего государства. Боль при позвоночно-спинномозговой травме бывает как нацицептивная, так и нейрогенная боль. Нацицептивная боль может быть мышечно-скелетная, она развивается в областях сохранной иннервации, а также боль висцеральная, например, боль в животе, боль в области грудной клетки. Нейрогенная боль при позвоночно-спинномозговой травме, она условно подразделяется на две части. Это боль на уровне повреждения, когда мы говорим о боли на один дерматом выше уровня травмы и на три дерматома ниже уровня травмы. Это все мы имеем в виду, что это боль на уровне травмы, а также боль ниже уровня повреждения. Это на три дерматома дистальнее от места пересечения или повреждения спинного мозга. Согласно статистике, статистика немножечко разнится. Мы проанализировали достаточное количество данных, был проведен всесторонний поиск, и общая распространенность хронической боли при позвоночно-спинномозговой травме составила 68%, при этом распространенность нейропатической боли составила 53% в общем количестве пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой. По результатам полученного исследования у нас нейропатическая боль составила 51% среди общего количества пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой. Это чуть-чуть ниже, чем данная литература, что может быть объяснено тем, что у нас, еще раз повторюсь, находятся пациенты в остром периоде позвоночно-спинномозговой травмы, а болевой синдром, особенно нейропатическая боль, имеет такое свойство, что она усиливается и учащается именно в стадии хронической позвоночно-спинномозговой травмы. Также отмечено, что болевой синдром нейропатический чаще у пациентов с тетроплегией или с тетропорезом, а также увеличивается по мере увеличения возраста с пациентом. Наиболее частый характер боли, который нам описывает пациент, это боль стреляющая или колющая. Чаще боль возникает ниже уровня повреждения спинного мозга. То есть это 74% пациентов описывает, что боль ниже, чем наш уровень, о котором мы говорили ранее. То есть это три дерматома ниже, от него отступя, эта боль считается ниже повреждения. И именно на этом уровне болевой синдром отмечает 74% пациента. Мы проанализировали в целом болевой синдром у пациентов с позвоночной спинно-мозговой травмой, тот, который был связан непосредственно с травмой спинного мозга. Частота возникновения болевого синдрома была отмечена в 93% случаев. Эта цифра, будем так говорить, приблизительная, потому что всех пациентов опросить не удалось. Часть из них находилась в состоянии медикаментозной седации. Выраженность боли оценивалась нами по шкале ВАШ, всем известно. И средняя интенсивность боли составила 6,1%, но это достаточно интенсивная боль. В структуре болевого синдрома при позвоночной спинно-мозговой травме у нас нейропатическая боль превалировала, это 51%, а общая распространенность, как мы уже говорили, она составила 51%, что чуть ниже, чем литературные данные в различных исследованиях. Как же развивается нейропатическая боль у пациента с позвоночной спинно-мозговой травмой? Здесь играют роль как центральные, так и периферические механизмы. Среди центральных механизмов нужно отметить, что боль может возникать в любой точке, как следствие измененной сенсорной обработки на пути от периферического анализатора к центральному, включая головной мозг. Периферические механизмы – это усиленный рост нацицепторов как на уровне травмы ниже, так и во всем спинном мозге, а также повышенная эктопическая активность на всех уровнях спинного мозга. На уровне травмы происходит усиление сенсорного восприятия в результате подавления калиевых каналов, а на уровне ниже травмы, то есть три сегмента ниже уровня повреждения спинного мозга, происходит усиление сенсорного восприятия за счет активации натриевых каналов. И на всех этих уровнях играет роль снижение гаммокрагического торможения. Исходя из механизмов боли, мы применяем механизм посредственной терапии боли. Позвольте напомнить пять основных механизмов. Это нацицепция, синсетизация, эктопическое возбуждение, дезингибирование и эфиренто-эфиренто-кондуид. При лечении нацицептивного компонента болевого синдрома используются миорелаксанты, всем известные, нестероидно-противоспалительные препараты. Для лечения уже нейрогенного компонента используются препараты из различных групп. Для подавления периферической синсетизации могут использоваться как местные анестетики, так и капсаицин. Может использоваться ботулотоксин. Ботулотоксин подавляет не только периферическую, но и центральную синсетизацию. Для подавления эктопического возбуждения, для подавления центральной синсетизации используются антиконвульсанты гапапентин и пригабалин. Они влияют на кальциевые каналы. И новый совершенно антиконвульсант ретигабин – это препарат, который влияет на калиевые каналы. Он активизирует калиевые каналы, тем самым подавляя болевой синдром за счет подавления центральной и периферической синсетизации. Очень интересно, что на уровне повреждения, то есть один дерматом выше и три дерматома ниже от уровня травмы, происходит синсетизация за счет подавления калиевых каналов. И на этом же уровне у пациентов, как правило, развивается аладинея. Боль может быть спонтанной, может быть постоянной. А вот если мы возьмем три уровня ниже повреждения, то мы имеем место уже, наоборот, с активацией натриевых каналов. Препараты, направленные на подавление дезингибирования, это ингибиторы обратного захвата серотонина, долоксетин, виллофоксин и трициклические антидепрессанты. Опиоиды крайне редко используются, тромодол периодически. И говоря о нашей практике, мы, конечно, используем мультидисциплинарный, комплексный подход. Мы пациентам назначаем не только фармакотерапию, но обязательно при выраженном болевом синдроме используется психотерапия, используются методики физиотерапии, используется рефлексотерапия. Из рефлексотерапии стоит подчеркнуть электростимуляцию, электромодуляцию. Все эти методики направлены на подавление периферической и центральной синситизации. И в завершение интересный слайд. Это данная статья, которая лишний раз подтверждает, что в механизме нейропатического болевого синдрома при позвоночной спинномозговой травме играет роль даже головной мозг. Взяли большую группу пациентов, у которых уровень повреждения спинного мозга, то есть градация шла Азия А. Азия А, напомню, это клинически полный перерыв спинного мозга. Это отсутствие какой-либо сенсорной или моторной иннервации С2-С4 сегментов. И вот этим пациентам раздражали первый палец стопы и в ответ получали сенсорный ответ от соответствующих зон головного мозга. Из чего можно сделать, по большому счету, два вывода. Первый вывод, что все-таки головной мозг играет роль формирование нейропатической боли. А второй вывод, что даже те пациенты, которых мы условно записали в ней перспективные, у которых имеется полный перерыв спинного мозга, так вот как минимум половина из этих пациентов имеют шансы на восстановление, потому что у них частично сохранены как минимум сенсорные пути. И на этом спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...